Есть много таких людей. Они умны, компетентны, обладают способностями, но в их жизни царит полная неразбериха, потому что на каждом шагу они испытывают трение. Мы хотим, чтобы все двигающиеся детали были круглыми, потому что тогда они двигаются с наименьшим сопротивлением. В азиатских культурах просветленного человека называют «Энджи», что означает, что он подобен кругу. Все, что он потребляет, просто сгорает, оно не становится телом и превращается в другое измерение энергии. «Бандха» буквально означает «замок», то есть вы задействуете определенные замки в теле, чтобы ваша энергия вела себя определенным образом. Зачем нужны бандхи? Что они могут вам дать? Вы слышали слово «оджис»? «О-джис». «О-джис». «Нет?» «Нет». «Хорошо». Слово «оджес» означает «нефизическое измерение энергии». То есть вы можете сгенерировать определенное количество энергии нефизического измерения вокруг себя. Если вас окружает «оджес», вы двигаетесь по жизни очень гладко. Жизнь идет как по маслу. То есть вы живете с минимальным трением. В азиатских культурах, просветленных, называют «энджи». «Энджи» буквально означает «круг». Колеса вашей машины. Какие колеса у вашей машины? Круглые, квадратные или треугольные? Какой они формы? Но треугольные колеса определенно были бы более броскими. Почему колеса круглые? Наименьшее сопротивление. Они катятся с наименьшим сопротивлением. Мы хотим, чтобы все двигающиеся детали были круглыми, потому что тогда они двигаются с наименьшим сопротивлением. Так что в азиатских культурах просветленного человека называют «энджи», что означает, что он — круг. Не потому, что у него округлое тело, но потому, что он движется с наименьшим сопротивлением. Он хорошо смазан. У вас может быть превосходный автомобиль, но если вы просто сольете моторное масло из двигателя и поедете, как долго продержится ваша машина. Как долго продержится ваш ягуар, если вы сольете моторное масло? Через 10-15 минут он может выйти из строя. Так что смазочное вещество очень важно. Для всего, что движется, смазка очень важна. Если вы захотите двигаться по жизни без достаточной смазки, то увидите, что каждый шаг в вашей жизни вызовет трение. Каждый шаг в вашей жизни будет страданием, потому что отсутствует смазка. Есть много таких людей. Они умные, компетентные, обладают способностями. Но в их жизни царит полная неразбериха, потому что на каждом шагу они испытывают трение. Так что, если вы накапливаете вокруг себя определенное количество отжеса, вы проходите через этот мир с наименьшим количеством трения. Чем меньше у вас трения, тем больше дел вам захочется сделать, не так ли? Да? Естественно, что вы бы осмелились сделать много всего, если бы у вас не было проблем с трением. Но каждый день вы выходите в мир и испытываете какое-то трение. И на следующий день вы начинаете задумываться, стоит ли выходить снова. И это происходит постоянно, не так ли? Когда вы начинаете генерировать отжес, с вами произойдет следующее. Весь лишний вес в теле начнет уходить сам собой. Если вы приедете в центре йоги Иша, то увидите, что некоторые люди в какое-то конкретное время будут выполнять определенную садхану или внутреннюю работу. Все эти дни мы держим их в полном уединении, потому что люди пугаются, глядя на то, как они едят. Они съедают в 10 раз больше того, что съел бы обычный человек. Это просто горы еды. Но при этом они теряют вес. Мы даем им питание с высоким содержанием жира — ги, молоко, сливочное масло. Но, несмотря на это, они продолжают терять вес, просто потому, что превращают физическое измерение энергии в нефизическое. Все, что они потребляют, просто сгорает и не становится телом. Это становится другим измерением энергии. В йоге мы называем это воровством у Земли, поскольку то, что у вас есть сейчас, масса вашего тела — это то, что вы позаимствовали у этой планеты. Вы можете взять взаймы. Мать Земля очень щедра на займы, которые она дает. Вы можете взять столько, сколько захотите. Но, когда придет время возвращать, она заберет все до последнего атома. Если вы скажете «я так долго был здесь, оставь мне один атом в качестве сувенира», она не согласится, она заберет все до последнего атома. Так что это считается воровством у Земли, потому что теперь вы превращаете физическое измерение энергии в нефизическое. Теперь она не может вас остановить. Вы можете забрать это с собой. Так что это как упаковать что-то для долгого путешествия. И Земля не знает об этом, иначе она бы забрала это обратно. Если это в физической форме, она это отфильтровывает. Если это вне физической форме, Земля не может забрать это назад. Сейчас вы делаете шамбхави. Если вы делаете практику каждый день, вы накапливаете оджиз, некоторое количество оджиза, и внезапно все будет даваться вам легче. Это будет происходить само по себе. Если у вас совсем нет оджиза, вы можете обладать разными способностями, но вы будете сдерживать себя только из-за страха перед трением. По моим ощущениям, так дело обстоит для 80% населения. Все они сдерживают себя с постоянным чувством страха, что со мной произойдет. Куда бы они ни двигались, у них будут негативные переживания. Если они решатся и попытаются сделать что-то с некоторым энтузиазмом, но на следующее утро случится небольшое трение, они отступят. Я думаю, что у 80% людей страх перед тем, что произойдет в будущем, заставляет их идти полушагами и никогда широкой поступью. Так что генерировать оджиз очень важно для успешной жизни, чем бы вы ни занимались. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА